Взятка в рассрочку. Ежемесячный платеж в районе полутора миллионов рублей. Именно так депутат и предприниматель Сараф Мамедов передавал тогдашнему главе города незаконное вознаграждение за выделение земельных участков. Приговор бывшему градоначальнику оглашали в среду в Ленинском суде Иваново. По материалам дела весной 2014 года Сверчков предложил Мамедову свое содействие в получении земли под так называемые умные остановки. Предприниматель согласился. Первоначально он планировал получить около 50 участков, сам выбирал их место расположения, но не везде это оказалось возможным. По ряду участков были приняты первые постановления. Позже, когда первая зеленая коробка появилась в самом центре города на площади Пушкина, журналистам о целесообразности возведения объектов говорили так. Городу необходимы остановочные павильоны и необходимая безопасность и благоустройство города. То есть инвестор, кроме всего прочего, будет нести обязанность по уборке территории. За кадром тогда осталось то, что за свою помощь в решении данного вопроса глава города попросил плату. Деньги Мамедов передавал ежемесячно, по частям. В итоге получилось более 12 миллионов рублей. Часть полученного денежного вознаграждения оставил себе. Часть передал Куликову за содействие в решении вопросов интересов Мамедова. Часть взаймы Кузьмичеву. Часть футбольный клуб «Текстильщик». Ванновское отделение Русского географического общества. На установку подсветки на пешеходных мостах через реку Уводь. На проект памятника бродячим собакам. На нужды школ и детских садов. Проект остановок тем временем провели через комиссию по землепользованию и застройке. И преподнесли как чисто социальный проект. В павильонах предполагалось организовать бесплатный туалет, банкомат, электронное табло и другие полезные приложения. Это установка камер, установка системы оповещения. Планируется и умная установка, то есть совмещение системы ГЛОНАСС с прибытием транспорта. Предприниматель, разумеется, делал это не ради похвалы. Он преследовал цель открыть в павильонах торговые точки. Вот только не учел, что на остановках общественного транспорта они запрещены законом. А когда узнал, потребовал деньги вернуть. Сверчков предлагает Мамедову вместе с ним идти к губернатору, их возвращать. Поясняет, что деньги из карманов не достанет. Сообщает, что разговаривал с Кузьмичевым, который организовал Мамедову встречу. Отмечает, что обращался к Хохлову, который обещал пригласить его 10 ноября и положительно решать это дело. Предлагает Мамедову провести проект через инвестсовет. В итоге Мамедов посчитал себя обманутым и обратился в правоохранительные органы. Так глава города оказался на скамье подсудимых. В ходе процесса Сверчков свою вину признал и даже охотно сотрудничал со следствием. Не только по своему делу, но и по делу в отношении бывшего зампреда правительства Куликова. За помощь он рассчитывал на смягчение приговора. Однако этого не произошло. В руководстве статьями 307 и 309 ПКРФ суд приговорил признать Сверчкова Вячеслава Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки 25 миллионов 520 тысяч рублей. Сверчкову также два года запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Экс-городоначальника взяли под стражу прямо в зале суда.